В чем разница между уроком на Конгрессе и ежедневным уроком? Мне кажется, что мы говорим о том же самом. Мне кажется также, что единственная разница – это мироважность. Да, все зависит от мироважности нашего колея, нашего хиссарона. Но, действительно, все заключается, все зависит от нашего собрания, нашего объединения и все зависит от нашего отношения, насколько мы серьезно относимся к тому, чтобы это произошло. Поэтому нет разницы. Каждый урок – это Конгресс. Тем более, что ты знаешь сколько тысяч? Каждый урок подключается людей. Это даже больше, чем может вместить физический зал, там, где мы делаем Конгрессы. На каждом нашем ежедневном уроке есть очень много тысяч. И женщин, и мужчин – это намного больше, чем могут поместиться в зале на Конгрессе. Что мы можем сделать, как ваши ученики и ученики, Борис Саламо, что мы можем сделать, чтобы помочь друг другу понять это? Потому что есть такие дни, когда я сижу на этом уроке, и я просто чувствую, что я на Конгрессе. А есть такие дни, когда я сижу на уроке, и я проклинаю всех. Что мы можем сделать, чтобы помочь друг другу найти, раскрыть, что каждый урок важен в той же мере, если не еще более важен, чем урок на Конгрессе? Я желаю тебе стать перед уроком в таком состоянии, что ты полностью, абсолютно разбит, и у тебя нет никакой возможности пробудить даже какой-то мускул в теле, и какой-то мускул желания получать, желание отдавать. Когда ты хочешь пробудиться, встать на урок. И урок, шиур, на иврите также означает мера, какой-то порция. Когда мы в какой-то мере продвигаемся друг к другу и к Творцу, это в этом смысл понятия урок, шиур. Что еще часть, еще часть, еще какую-то порцию. Так мы продвигаемся, объединяешь друг с другом. Как я тебе серьезно говорю, я когда встаю перед уроком, я не знаю, я не понимаю, я не чувствую, я не способен задействовать себя. И потихоньку, постепенно, и это уже стало в течение многих лет какой-то такого вида процесс, постоянный и очень основной, дорогой. Потому что потом я начинаю чувствовать, что я уже научился со временем, что это постепенно пробуждение для меня это самое главное. Насколько Творец может просто поднять из мертвых. И это, в общем-то, в этом заключается воскресение из мертвых, о котором мы говорим, и так надо делать. Ты не можешь сам привести к тому, чтобы это случилось. Ты должен желать, стремиться, ждать, что-то случится. И тогда ты можешь прийти к началу урока на пике своего воодушевления. И все. И тоже так же желаем пришел вернуть в комментарии на мою мою二у частью, М Airlines раз.